Сергей Гуриев, мой хороший знакомый и мой давний идеологический оппонент. Он один из идеологов нынешнего правительства и вообще всего нынешнего экономического курса. Он один из самых видных либеральных экономистов страны, который активно участвовал в подготовке и стратегии 2020 и многих других программ, на которые опирается, собственно, вот эта вот самая власть. Я с ним постоянно спорил, но я всегда в нем видел оппонента, с которым можно разговаривать. Что это человек, который опирается не на какие-то догмы, а выдвигает аргументы и слушает твой ответ. Тем самым вот мое с ним общение всегда доставляло мне лично, надеюсь, ему большое удовольствие. Я очень сожалею о том, что произошло и что он был вынужден уехать. Кроме того, Сергей Гуриев, создатель и многолетний руководитель одной из лучших экономических школ страны, российской экономической школы. Это единственный экономический вуз, который участвует в международных рейтингах и действительно признан, уважаем этот диплом, который котируется. В нем участвуют и иностранные, и российская профессуры. А самое важное, это вуз, который показал, каким образом можно с нуля сначала привлечь иностранных профессоров, дать старт, потом иностранные профессора уезжают, российские студенты, российские профессора, первоклассное образование здесь остается. И я в значительной степени опирался на опыт именно российской экономической школы, когда предлагал стране создать технологический университет Сколково, Сколтех. Собственно, это тот опыт, который мы имели перед глазами, и это тот пример, как мы говорили, должен быть создан новый университет. Первоначально привлечь российскую и иностранную профессуру и постепенно заменять иностранную нашими собственными силами. И это, оказывается, работает. Очень жалко, что такой человек был вынужден бежать из страны.